здравствуйте дорогие мои друзья ну что же в очередной раз хочется с вами поговорить о женихах и невестах с того света ну как бы это странно мне казалось драгоценные мои такое очень часто встречается вот очень много людей с проблемами да вот проблема в личной жизни клеится да вот браки распадаются и в том числе и даже вот примеру у женщины мужья начинают то ли спивается то ли умирает то попадает в какие-то происшествия один муж умер в другой а уже как бы появляется такое явление как черная вдова и женщина хорошая не понимает а чего такого то то есть она сама из этих мужей то силы не пьет сами помирают и потом у некоторых как бы шарахаются просто не замечают да вроде симпатичная женщина мужчина как бы на нее внимание вообще как на женщина не обращают посматривают ну и ладно дам там просто ноль хотя вроде все 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 имеется все на на каких-то других обращать на нее не обращают а почему да друзья мои вот колдуны хитрые такие так сказать твари и очень часто происходит вот это вот обручение с мертвецом но не только у женщины и мужчин тоже не думайте что это прямо только только женщины такие нет мужчин тоже могут обручить спокойницей ну существуют такие в разных народах такие колдовские обряды и как бы может быть и без без разрешения то есть вы не согласие на этот брак так сказать мертвецом не давали но вот вы если энергетически посмотрите к примеру на свои пальцы да а нету ли у вас случайно каких-то колец вот так вот если вы не носите колец да вот просто как бы почувствовать а нету случайного ощущения что какой-то из ваших пальцев а кольцо но особенно тот палец на котором принято носить обручальное кольцо если на нем что-то есть какое-то ощущение либо может быть какой-то туманный образ а некоторые сразу если глазами своей души посмотрит увидят кольцо не обязательно на бручанной может быть с камнями с каким-то черным камнем знаете я уже у меня есть целая коллекция вот этих колец кои в колдуны одевают на руки граждан мужчины женщин и у них все начинает не клеится вот буквально с личной жизнью с браком начинает вот прямо и люди шарахаются потому что мертвая энергия а люди даже не видят но они чувствуют что вроде хороший человек отчет от него что-то мертвецом попахивает и в том числе вот этот вот мертвый жених или невеста они как бы питаются энергией вот не даже не этого человека а тех людей тех партнеров с кем жизнь сталкивает да вот либо губит их вот по-настоящему вы выпивают за какое-то время там за год за два за пять выпивают все жизненные силы подталкивают этого так сказать мужа или жену к смерти утягивают к себе в могилу ну либо либо вот так да друзья мои об этом мы с вами уже говорили много раз об этих невестах и женихах с того света и в принципе человек может всю жизнь жить и не знать что у него вот у него присутствует вот такой вот вторая половинка его является мертвецом поэтому в жизни ничего не клеится кстати жить может этот человек достаточно долго но вот это вот союз с мертвецом конечно приводит и к несчастьям и болезням жизнь у таких людей крайне сложна поэтому вот я вам всегда и говорю об энергетической грамотности и чтобы вы на своих руках на своих пальцах не носили чужих колец тем более от мертвецов если почувствовали вызвали этот образ до вы почувствовали вызвали хозяин этого кольца и верните ему оформите так сказать такой развод дело простое но может открыть перед вами дорогу к счастью к здоровью там хорошим нормальным отношениям к семье и к детям а вот многие думаю да чушь меня все не клеится там семьи нет детей нет все от меня шарахаются потому что рядом с вами ходит ходит покойник или покойница вот такая мелочь может испортить всю жизнь и всю судьбу а поверьте таких людей огромное количество вот ко мне обращаются я встречаю но буквально ну не каждый второй нет не каждый второй но каждый пятнадцатый вот каждый пятнадцатый является вот этим так сказать его супругом или супруга является является мертвец а это поверьте неприятно потому что мертвецы все время будут лезть вашу жизнь и отпугивать живую удачу живую энергию все драгоценные мои обучайтесь энергетической грамотности и не бойтесь никого ничего в том числе и колдунов пока